переходим к наверное самому главному разделу это торговые тактики так здесь у нас существует 21 торговая тактика они условно разделены на несколько категорий трендовая тактика тренд универсальная тактика которая может работать и как трендовая тактика и как контр трендовая тактика контр трендовая тактика тактика ручная вот она набор позиций да и авто следование ну для каждой тактики есть настройки вот например для первой тактики супер ады x до трендовая чувствительность есть есть высокая средняя низкая это на открытие позиции и также есть на закрытие позиции высокая средняя и низкая чем смысл до этой чувствительности ну например если высокая чувствительность например будет срабатывать когда например цена будет в моменте пересекать индикатор уже будет формироваться сигнал и робот уже будет например совершать сделку средняя чувствительность это например когда цена должна закрыться допустим выше индикатора который участвует в этих торговых алгоритмах да и низкая чувствительность это тогда когда цена не просто должна закрыться свечкой до выше какого-то уровня ну или ниже неважно да я просто привожу пример допустим выше пускай ну а допустим еще и на какое-то определенное значение металл на 0 2 процента к примеру да но примерно то же самое при закрытии позиции то есть высокая в моменте при пересечении средняя допустим по окончании свечки свечка может быть разная а может быть и 5 минуткой 15 понимаете да и низкая то есть при определенных условиях дополнительных да естественно при чувствительным чувствительности высокой у нас будет много сделок и наверно будет много шума вот и можно наверно будет много ложных сделок до при средней сделок будет меньше существенно при низкой будет самое низкое количество сделок по количеству на среду да вот что лучше? Ну, иногда бывает и высокая хорошо работает, иногда бывает и низкая неплохо работает. Можете начать со среднего. В принципе, в среднем она неплохо работает. Здесь все зависит от того, как вы подобрали торговую тактику и как ее настроили. То есть здесь много зависит и какой таймфрейм выбрали, какие у вас настройки, стопы, профиты и так далее. Можете начать со средней. То есть это по окончанию таймфрейма. Еще не у каждой тактики есть чувствительность. Вот, допустим, как у первой есть чувствительность на открытие позиции, на закрытие. Да, вот, допустим, здесь у второй тактики уже нету чувствительности. Да, у этой снова есть. Ну, вот, допустим, у пятой тактики видите, чувствительность на закрытие отсутствует. Ну, то есть нужно смотреть. То есть и тактики разные. Вот. И читайте информацию здесь и читайте информацию на сайте сейчас я вам ее покажу если вы зайдете на сайт в разделы робота как раз да то вот 10 торговые тактики более подробное описание да откроется документ вот где вот все тактики расписаны с картинками как строится да вот где стас где строится большой таймфрейм где строится маленький таймфрейм вот надо об этом наверное заострить внимание да мы смотрите там где большое количество индикаторов это в принципе вы увидите из описания тактики в самом же роботе да там же и указано что допустим эти индикаторы нужно устанавливать на более большой таймфрейм а вот эти допустим на маленький зачем это надо смотрите вот допустим возьмем допустим вот эту тактику третью универсальную да здесь у нас на большом окне 60 минут у нас значит индикаторы параболик и аллигатор 60 минут а на графике с маленьким таймфреймом да у нас строится индикаторы значит магде и гистограмма магде и соответственно как происходит торговля по данной тактике если на большом таймфрейме индикаторы аллигаторы параболик они находятся и показывают лонг ну то есть параболик находится ниже цены до аллигатор тоже ниже цены и соответственно его вот эти три линии они находятся в том порядке которые соответствуют лонгу то сам момент открытия позиции до будет определяться здесь то есть по маленькому таймфрейму на основании пересечения значит и 100 грамм и магде и дик и линии магде это позволяет нам более точно входить в сделку то есть более точно именно направление выбирать потому что как правило мы зарабатываем когда мы более четко определяем тренд и встаем по тренду да и мы проигрываем когда мы встаем против тренда так вот как раз использование индикаторов для определения направления позиции на более большом таймфрейме позволяет нам открывать позиции выбирать момент по графику на маленьком таймфрейме более четче с меньшими ошибками заострю внимание на том что у некоторых тактик имеется всего лишь один график то есть вы строите все индикаторы на одном графике ну какой-то таймфрейм кстати таймфрейм вы можете менять еще не торговли да вот и соответственно меняя таймфрейм да у вас будут меняться и торговый сигнал и торговля самого робота что еще важно сказать что разница между таймфреймами большого графика или большого таймфрейма и маленького должны отличаться примерно 3-10 раз ну можно сузить на самом деле скажем сказать 4-5 раз или 4-6 раз то есть внутри взять но если брать большой диапазон то это 3-10 раз в данном случае у нас здесь разница в 10 раз то есть здесь у нас 5 минут здесь у нас 60 минут но это принципе максимальная разница вот минимум можно брать 3 то есть это получается 15 минутка была бы здесь тогда да но там аксиум значит ну час соответственно да вот соотношение в среднем это примерно 5-6 раз если средняя борьба то есть разница между маленьким таймфреймом и большим 5-6 раз в среднем а так 3-10 раз далее какие еще у нас здесь есть возможности значит здесь у нас есть опция вот это игнорировать сигналы первое на открытие позиции если начало движения пропущены но это вот опция нужна в том случае если например вы торгуете не сначала торговой сессии да допустим знаю включились например в один час или в обед вот вы робота включили он-то уже все посчитал и сигналы там могли уже прийти и он тогда получается действующий сигнал он является действующим пока он не закроется соответственно сигнал то может быть действующий на движение уже какое-то пройдено и и бывает открываться уже достаточно не очень выгодно да но хотя ситуации могут быть разные вот если вы хорошо это понимаете то вы можете эту опцию как бы и снять но на самом деле она полезна всем новичкам потому что если вы торгуете не 10 утра а в разное время то лучше и и вот поставить пускай здесь будет галочка да то есть в этом случае если например сигнал пропущен по каким-то причинам да робот не будет его открывать он будет ждать пока сигнал не придет вновь при открытом роботе при открытом пике да то есть в реальном времени об этом а если а галочку снять то тогда сделки могут исполняться даже если сигнал пришел например там час назад или пять минут назад ну то есть уже значит само начало движения было пропущено но также для тех кто практикует инвестиционную тактику да больше инвестиционную тактику то он принципе может использовать робота в качестве покупок используя здесь есть достаточно удобные сигналы на покупку да значит покупать на каких-то уровнях либо при падении да в этом случае тогда закрывать позиции не требуется если допустим нужно просто позицию набирать да тогда эту галочку можно поставить игнорировать сигнал на закрытие позиции робот будет только покупать на акции надо будет их продавать эта опция инвертировать сигналы до лонг шорт шорт лонг то есть если например вы считаете что какая-то тактика работает отвратительно и она только приносит убытки и что нужно делать все наоборот пожалуйста можете вот эту опцию использовать и тогда в этом случае все будет наоборот если тактика говорит бай значит робот будет продавать если тактика говорит цел робот будет наоборот покупать то есть все будет наоборот при покупке продажа а при продаже покупка чтобы эффективно применять торговые тактики нужно их изучить поэтому рекомендую внимательно читайте описание торговые тактики вот в этом окне как она работает когда позиции открываются когда они закрываются что происходит при высокой чувствительности при средней при низкой и так далее здесь есть ссылка на формулу можно формул открыть посмотреть если нужно да это для тех кто это для тех кто глубоко вникает скажем в торговлю хочет изучить именно как все происходит то есть робот полностью открыт это не черный ящик да все формулы все доступны для вас вы можете посмотреть если хотите можете даже нам прислать свои замечания или пожелания настроив один раз идентификаторы для каждого графика для каждой акции в дальнейшем вам не надо будет ничего делать это касается акций с фьючерсами там немножко все по-другому и сложнее смотрите вот допустим фьючерс на сбербанк мы торгуем самые короткие то есть последние трехмесячные фьючерсы когда он истекает происходит дата экспирации нам нужно поменять фьючерс на следующий ну в данном случае у нас сейчас значит мартовский фьючерс торгуется сбербанк да я сейчас покажу как это можно сделать достаточно быстро хотя если у вас конечно много фьючерсов вы торгуете одновременно но потребует ценное время да значит подводите курсор к цене нажимаете правую кнопку мыши выбираете заменить инструмент ну и здесь вот выбираете следующий то есть сейчас у нас видите вот значит сбербанк 3.20 да то есть третий месяц двадцатого года но следующий будет значит шестой месяц двадцатого года потом будет девятый соответственно месяц да и двенадцатый то есть просто вот его выбираете и меняете но этого мало кроме самой цены вам надо будет заменить и инструмент во всех индикаторах и осцилляторах для этого вы также подводите например вот скользящая средняя да подводите к ней курсор нажимаете правую кнопку мыши да выбираете заменить инструмент выбираете следующий контракт нажимаете кнопку заменить и так же допустим для боллинжера да в этом примере и так же допустим для осциллятора АТР да тоже подводите к нему выбираете меняете все данные торговые тактики которые существуют в роботе они появились не просто так все они проверенные на практике отторгованные и все они могут зарабатывать понятно что в какие-то периоды они зарабатывают в какие-то периоды они могут и терять но чем выше ваша квалификация трейдерская тем лучше вы будете использовать эти тактики поэтому изучайте их сначала торгуйте их виртуальном блоке то есть торгуйте их виртуально тогда когда вы будете видеть как они работают и понимать после этого уже добавляете их в реальную торговлю торговые тактики это лишь один элемент вашей торговой системы кроме этого у вас еще есть защитные заявки стоп лост и профит да и еще есть управление капитала и это все присутствует в данной программе поэтому чтобы вести эффективную прибыльную торговлю нужно уметь пользоваться всеми этими инструментами и выбирать и понимать как работает торговая тактика грамотно использовать защитные заявки стоп и профит и конечно эффективно применять и понимать что вы делаете при использовании управления капиталом тасс по на 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 на